Здравствуйте! В эфире программа «Норильские новости» в студии Надежда Балдакова. Смотрите в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Московские ветеринары спасают белую медведицу из поселка Диксон. Хищница вышла к людям около двух недель назад, а на минувших выходных ее обнаружили раненой в тяжелом состоянии. Норникель оперативно организовал спасательную операцию, и у косолапой появился шанс выжить. Подробности в следующем сюжете. Еще не забылась июльская история, когда за помощью к жителям Диксона вышла белая медведица, у которой в жестяной банке застрял язык. Этот случай сложнее. У медведицы серьезная рана у левой лопатки и порезы на задних лапах. Спасать ее прибыла команда, в которую вошли ветеринары Московского зоопарка, охотнодзора и краевой природоохранной прокуратуры. Медведь был в ужасном состоянии, лежала на спине, в задней конечности не двигались. На хлопки она вяло реагировала, но, тем не менее, признак жизни подавала. Было принято решение об ее иммобилизации для дальнейшего осмотра. В процессе чего так и сделали. Осмотрели, увидели некоторые повреждения. Данный повреждение надо смотреть на рентгене, смотреть на наличие народных тел в теле животного и так далее. Краснокнижная пациентка в тяжелом состоянии. Ей около трех лет, но весит она не больше 60 килограмм. Специалисты полагают, что ранение огнестрельное. Сначала ее доставили в профилакторий Валек, где живет бурая медведица Даша. А утром во вторник медведицу рейсом авиакомпании «Нордстар» транспортировали в московский зоопарк для дальнейшего оказания помощи. Все манипуляции с животным производятся под пристальным контролем Росприроднадзора. Наша задача – быстро оформить документы, если животным возможно спасти. Поскольку в Росприроднадзоре никогда не было ветеринарных врачей, это не наша функция, мы обратились в московский зоопарк. Специалисты отмечают четкость и быстроту реагирования компании «Норникель», которая уже не в первый раз помогает краснокнижным животным. Они полагают, что вероятность спасти медведицу невелика. Однако Светлана Родионова в своем телеграм-канале отметила, что бороться за жизнь животного будут даже при минимальных шансах. Екатерина Алексеева, Норильские новости. В Норильск прилетел председатель законодательного собрания края Алексей Додатко. В рамках визита он посетил ряд социальных объектов. Комплексный центр социального обслуживания населения, где сейчас завершают капремонт, будущую модельную зону на улице Мира, новое пожарное депо и горбольницу в Аганере. Подробности в следующем сюжете. С прошлой недели работала комиссия по приемке помещений второго, третьего, четвертого этажей. Есть недочеты, были выявлены, их устраняют оперативно, и помещение передается под ключ уже центру Виктория, ну, арендаторам. В здании бывшего роддома на Богдана Хмельницкого, 20, работы идут полным ходом. Подрядчики сегодня отчитываются перед председателем Заксобрания края Алексеем Додатко. Коммуникации все подключены, отделочные работы почти завершены. На некоторых этажах кабинеты уже обживают, ставят мебель и цветы. По планам в октябре здесь должен открыться комплексный центр социального обслуживания населения. Сроки сдачи объекта и так уже сдвинулись больше, чем на месяц. Теперь ситуация на особом контроле у Министерства социальной политики края. Каждый день руководитель. От министерства, я имею в виду. От министерства? Да. Мы на связи с ними каждый день. Понятно. Сурдия Николаевна Чернышева каждый день на связи. По планам комплексный центр социального обслуживания должен заработать уже в октябре этого года. А вот модельная зона на улице Мира только в середине своего пути преображения. В этом году там заканчивают ремонт фасадов пяти жилых домов, а также благоустраивают территорию возле них. Планы на будущий год глобальные. Закончить ремонт еще шести жилых домов на четной стороне. Затем на улице Мира приступят к оформлению пешеходной зоны, рассказывает заместитель главы города по горхозяйству Константин Куприенко. В дальнейшем данная территория будет переведена в пешеходную, ну, как бы, пешеходно-продывочную зону. Разрабатывается... То есть уже эта улица производительная зона? Да, она будет закрыта, это будет полностью пешеходная. У нас до 2024 года идет по работам демоканалов истинитель, это реконструкция коллектора. 800 метров протяженность. Он будет закрывать или убежать? Он будет утапливаться по отметкам. Здесь бордюрный камень будет издемонтирован, освещение перенесено. И разрабатывается концепция по пешеходной зоне, здесь будет создана пешеходная зона. Побывал председатель краевого парламента и в новом пожарном депо. Оно стало первым объектом, который построили в рамках комплексного плана социально-экономического развития Норильска до 2035 года. Здание уже сдали, оснастили новым современным оборудованием. Теперь в планах интегрировать депо в систему «Умного города». Я разговаривал, встречался здесь с руководителем, который в это все здесь внедряет. Но она будет больше завязана на Норильской пожарной части. Это центральная часть, от нее уже будет расходиться информация во все остальные подразделения, которые в Толнахике, Аркане, Водомеве находятся. Но основная часть, получается, главный диспетчерский пункт у нас находится в Норильске. И она уже там, главный диспетчер, координирует уже деятельность всех подразделений. В завершение поездки совещания с представителями администрации города спикер обсудил дальнейшее социально-экономическое развитие Норильска. Он отметил, краевые депутаты активно принимают участие в программе реновации города. Своё участие в реализации этой программы имеет и краевой депутатский корпус. Воплощение столь масштабных проектов, связанных с обновлением жилого фонда, со строительством новых социальных объектов, связано с принятием большого числа организационно-управленческих решений. Мы уже столкнулись с тем, что именно на уровне законодательного собрания края нам необходимо было корректировать краевой закон о тишине для того, чтобы обеспечить возможность работать ритмично по объектам строительства. Мы рассматривали вопросы статуса объектов культурного наследия, попадающих под реконструкцию. По словам спикера Заксобрания края, депутаты и дальше продолжат оказывать необходимую помощь в рамках реновации Норильска. План уже намечен. Софья Зиберова, Владислав Моисеев, Надежда Балдакова, Евгений Журнов. Норильские новости. Коллектив Норильской межрайонной больницы номер один в Аганере пополнился пятью врачами. Они прибыли в рамках нацпроекта здравоохранения. К работе в Норильской межрайонной больнице приступили врач-узи, терапевт, неонатолог, анестезиолог-реаниматолог, патологоанатом. Всем приехавшим муниципалитет предоставил жилье. Краевой Минздрав сообщает, что в рамках нацпроекта здравоохранения в ближайшее время в наш город готовы выехать еще шесть специалистов. Терапевт, два акушера-гинеколога, анестезиолог-реаниматолог, кардиолог и неонатолог. Напомним, специалистам, переехавшим для работы в Норильск, предоставляется единовременно 1 миллион 800 тысяч рублей. Также в числе краевых мер поддержки оплата найма жилья трудоустроившимся медикам, ежемесячная выплата в размере 50% минимального оклада в течение пяти лет молодым специалистам и возможность пройти ординатуру по образовательному сертификату. Также с 1 июля на 28,6% увеличилась зарплата медицинскому персоналу норильских больниц и поликлиник. В Каиркане появится центр семейного досуга «Азбука». Пространство откроют на базе молодежного центра. Там можно будет участвовать в мастер-классах, каворкингах, проводить детские дни рождения или просто играть с детьми и пить чай в мини-кафе. Проект реализуют в рамках грандового конкурса «Мир новых возможностей» компании Норникель и при поддержке Норильского городского совета депутатов. Как проходит подготовка к открытию центра, расскажем далее. Здесь у нас будет идея бабушкина кухня, вот там. И здесь что-то типа летней веранды, которая будет многофункциональная, будет все раскладываться, переставляться, складываться, убираться, все как мы любим. Кафе, веранда, игровая зона и зона для каворкинга. В центр семейного досуга «Азбука» будет действительно многофункциональным местом, рассказывает куратор проекта Анна Фоминцева. Цель – организовать качественный досуг для кайрканцев, причем не только для детей, но и для их родителей. Территория кайрканских непосед – это пространство для всех, от нуля до бесконечности. Есть место, где будут сидеть взрослые родители, они смогут попить кофе, место, где могут привести время, маленькие самые непоседы. То есть наше пространство предполагает досуг для абсолютно каждого кайрканца. Идея проекта лежала на поверхности. По словам общественников, в Кайркане нет игровых комнат и нет детских кафе. Жители буквально требовали обустроить подобное пространство. Их услышали. И в прошлом году инициативная группа кайрканцев придумала проект семейного центра, где каждый ребенок смог бы интересно проводить свой досуг, рассказывает директор 45-й школы Алексей Стефанишин. То есть здесь и будет непосредственно то общественное детское пространство, которое необходимо кайрканцам. Ну и опять-таки были услышаны жители города, которые очень просили этот проект. И я думаю, что в ближайшем времени мы увидим и узнаем, как это будет на практике. Но это, я думаю, будет здорово и интересно. Это очень важная деталь нашего кайркана. От идеи до реализации прошел ровно год. Прошлой осенью общественники разработали концепцию и подали заявку на грантовый конкурс компании Норникель «Мир новых возможностей». А уже зимой узнали, что победили. Теперь дело за реализацией. В данном случае, ну, наверное, у нас совпало представление компании, инициатива общественной организации и поддержка властей. Потому что этот проект, он партнерский, реализуется вместе с властью, естественно. Это муниципальное учреждение. И, конечно, этот проект, прежде всего, он направлен на развитие территории, на улучшение жизни. Мы знаем все, какая сложная территория кайркан, насколько она по погодным условиям страдает, насколько, ну, и, в принципе, здесь, конечно, меньше объектов социально-культурного назначения. Центр семейного досуга «Азбука» откроется на базе молодежного центра в Кайркане. Сейчас там еще идут ремонтные работы. В планах сделать место максимально удобным и интересным для детей, а еще вместимым. По подсчетам кураторов, проект «Общественное пространство» сможет принять около 80 человек одновременно. Можно будет приглашать гостей из других районов Норильска. Открытие «Азбуки» состоится в октябре. Софья Зиберова, Владислав Моисеев, Надежда Балдакова и Никита Левенец. Норильские новости. В День солидарности в борьбе с терроризмом у мемориала «Черный тюльпан» прошла всероссийская акция «Капля жизни». Она приурочена к трагическим событиям, произошедшим в 2004 году в Беслане. 18 лет назад в бесланской школе от рук террористов погибли и пострадали сотни людей. Среди них много детей. Террористы удерживали их три дня и не давали воды. В память о жертвах в этот день участники акции символически поливают из ладоней деревья и цветы. Поливая деревья и растения, мы как бы отдаем дань. И в этот момент должны вспоминать о тех, кто пострадал от рук террористов. Учительница Норильской школы Виктория Сокина этим летом побывала в Беслане, где по сей день чтят память ушедших в те страшные дни. Родственники, близкие и люди, которые приезжают и которые проезжают мимо, они не остаются равнодушными. Они обязательно заходят в этот город ангелов, возлагают цветы и обязательно ставят бутылку с водой. К акции присоединились и талнахцы. В культурно-досуговом центре имени Владимира Высоцкого школьникам показали фильмы о борьбе с терроризмом и рассказали о правилах поведения при угрозе терроризма. Нам рассказали, если мы сидим в квартире, мы выслушали стрельбу, нужно отойти от окон, сообщить родителям, полиции. Нужно в первую очередь попытаться спасти свою жизнь и жизнь окружающих. Что для этого нужно делать? При возможности нужно убежать, а если возможности нет, то нужно лечь на пол и не вести себя вызывающе. Отметим, акция «Капля жизни» проводится во всех регионах. Участие в ней принимают сотни тысяч человек. Артем Чутюников, Евгений Журнов, Никита Левенец. Норильские новости. И к этому моменту у нас все. Следите за новостями на нашем телеграм-канале и на сайте norilsk.tv. В студии была Надежда Балдакова. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова